В Калуге денег нет? Почему? А какое оборудование предлагалось? Диагностическое оборудование для... Детских... Не, не, для взрослых клиник, для диагностики жизненно важных функций, в реанимации, интенсивной терапии. И что, действительно называют причиной того, что не стали закупать, нету денег? Это же, наверное, в рамках... Самая простая отмазка. Ну, в рамках федеральных программ, вы же, наверное... На что не хочет вникать, а что это оборудование дает? Какую успешность в лечении, в диагностике? Да. Ты тоже не хочешь на это. Покупай традиционное. Что вы будете покупать? Вот если я вам задам вопрос. Что вы будете покупать для интенсивной терапии? Вы скажете, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции, энцефалограф, манжетку для измерения артериального давления, пульсооксиметр, ну, и звуковой аппарат. И больше вы ничего не знаете. А вы думаете, организаторы знают? Они тоже знают то же самое, что и вы. И когда новая технология предлагает гораздо больший объем информации, более качественной, точной, направленной на... Просто такую интересную, допустим, патологию, все знают, что у сердца есть сократимость миокарда. Сократимость сердечной мышцы. Кто-нибудь измерял сократимость миокарда? Понятно, что у пациентов с сердечной недостаточностью с сократимость миокарда страдает. Кто-нибудь измерял сократимость миокарда? Ну, все умеют лечить, поднять эту сократимость миокарда, или опустить. Как вы можете лечить, не зная исходные параметры вашего пациента? Отсюда огромные ошибки в лечении вот такого, казалось бы, простого понятия, как сократимость миокарда. А вы как организация представляетесь? Представьте, чтобы я мог это потом в титре сделать. Я ассистент кафедры анестезиологии и рементологии Российской Академии после дипломного образования. И оборудование, которое... Я преподаю врачам аппаратный мониторинг жизненно важных функций. Поэтому эту проблему я знаю очень хорошо. Как вас зовут? Антонов Александр Александрович. Спасибо. Спасибо.